Киностудия Мосфильм, построенная в начале 20-х годов XX века на окраине столицы, вскоре стала центром кинематографической жизни страны. Ее славу своим талантом, своей работой на разрыв аорты составили и приумножали выдающиеся мастера кино, сделавшие фирменную заставку киностудии «Статуя рабочей колхозницы», известной и уважаемой во всем мире. В этой книге собраны интересные истории о создании любимых народом фильмов, вошедших в Золотой фонд отечественного и мирового кино, отмеченных престижными международными наградами. История о судьбах прославивших, их режиссеров и актеров. В приложении книги содержится самый точный список всех картин Мосфильма, выпущенных почти за столетнюю историю киностудии. История киноконцерна Мосфильм – неотъемлемая часть культуры нашей страны. Эта уникальная книга отражает все значимые вехи в истории гиганта русского кино. Вы найдете в ней великие имена, известные, любимые фильмы, популярные лица, а также увидите внутреннее устройство концерна, процесс съемок. Часть иллюстрации, использована в книге, взята из закрытых архивов Мосфильма и впервые доступна массовому читателю. Автор книги, известный теоретик и историк киноискусства Семен Израильевич Фрейлих, излагает свою концепцию кино как искусство XX века и оценивает его роль в духовной жизни современного человека. Границы его исследования достаточно широки – от классического кино до современного. В сфере внимания автора оказываются проблемы в отношении кино и телевидения, высокие в кавычках и низкие жанры, современный стиль в кино, метод кино, его отличия от метода театра, литературы, живописи и музыки. Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся проблемами киноискусства, а также может быть рекомендована для студентов театральных и кинематографических вузов. Своеобразные киноциклопедии Алексея Клиентова «Пять встреч с музыки, но» в форме беседы и свободных размышлений даются сведения по истории, теории, эстетике, поэтике и технике кино, взятые в том объеме, какой, на наш взгляд, нужен каждому взрослещему человеку, серьезно интересующимся киноискусством. Завершает издание словарь киноведческих терминов. Текст удачно дополняет более 400 фотоиллюстраций. Книга может быть использована в качестве пособия на уроках истории мировой культуры и на кинофакультативах в школах, лицеях и гимназиях, также на занятиях в кинокружках и киноклубах. Российский иллюзион. Масштабный обзор российского кинематографа от начала XX века до 90-х годов. В книге представлены очерки о 117 картинах, поданных крупным планом, выбранных для этого из тысячи других. Издание иллюстрировано множеством фотографий. В основе данного издания лежит книга «Шедевр российского кино», созданная под руководством Мамотовой, напечатанная ограниченным, так называемым, пилотным тиражом. Книга, тем не менее, получила известность и была номинирована на государственную премию. По сути, российские иллюзионы – второе дополненное издание шедевров российского кино, представленных в новом варианте, рассчитанном на широкого читателя. Анна Баштовая. Мода и кино. Сто лет вместе. Кино и мода значительно влияют друг на друга с самого начала существования киноиндустрии. В книге историк кинокостюма Анна Баштовая исследует, как фильмы создавали новые фэшн-тренды, которые впоследствии становились классикой, и, напротив, модные вене перекочевывали на киноэкраны. Анна Баштовая расскажет вам самые главные секреты и любопытные факты из истории создания образов в культовых фильмах. В издании вы найдете все, от того, как великие дома мод вдохновлялись на создание потрясающих коллекций, и до того, как мода и кино влияют друг на друга, формируя фэшн-тренды. Содержание книги разбыто по десятилетиям, начиная с черно-белых фильмов в 20-х годах. Книга будет интересна всем, кому нравится и мода, и кино. Даже самые заядлые киноманы чаще всего смотрят кино в широком значении слова, оценивают историю, следят за персонажами, наслаждаются общей красотой изображения. Мы не задумываемся о киноязыке, как мы не задумываемся о грамматике, читая роман Достоевского. Но книга Данила Кузнецова «Язык кино» покажет вам другой способ знакомства с фильмом, его глубоким чтением, в процессе которого мы не только знакомимся с сюжетом, но и осознанно считываем множество авторских решений в самых разных областях киноязыка. В книге известного культуролога, исследователя экранной культуры, свидетеля и непосредственного участника многих событий, «Разлогово. Мировое кино» на огромном фактическом материале представлена история возникновения и развития кино на всех континентах. В ней прослежена эволюция выразительных средств экрана, технические метаморфозы, экономические и политические баталии кинобизнеса. Герои книги – выдающиеся кинорежиссеры, кинооператоры, великие актеры и актрисы. Издание хорошо иллюстрировано, снабжено именным указателем и указателем фильмов. Юрий Никулин «Почти серьезно». Настоящая книга – это чуть ироничный рассказ о себе и серьезный о других, родных и близких, знаменитых и малоизвестных, но невероятно интересных людях, цирка и кино. Книга полна юмора, в ней нет неправды, в ней не приукрашивается собственная жизнь и жизнь вообще. «Попытайтесь осчастливить хотя бы одного человека, и на земле все остальные будут счастливы», – пишет в своей книге Юрий Никулин. Правдивая и тонкая биография заслуженного артиста СССР Юрия Никулина. Откройте ее, и вы почувствуете, что он сидит рядом с вами и рассказывает свою историю именно вам. Юрий Сааков «Неизвестная Орлова». Первая отечественная кинозвезда, Любовь Орлова, стала не только кумиром поколений, но и символом своей эпохи. Она умела на экране все – петь песни, отбивать чечетку, стоять за ткацким станком и импровизировать на рояле, ездить на велосипеде и вращаться под куполом цирка. Эта книга «Были и не были лиц, а блестательные звезды» киноэкрана была написана другом и учеником Григория Александрова Юрия Саакова. Она приоткрывает завесу над многими тайнами творческой личной жизни Любови Орлова. Нелли Гориславская, Михалкова-Кончаловский «Семейная история». Трудно найти другую, столь известную в нашей стране семью, которая бы могла превзойти этот старинный дворянский род по числу одаренных личностей. К ним можно относиться по-разному, не любить их самих или творчество, не разделяя взглядов, не соглашаясь с высказываниями, но нельзя отрицать их талантливость. Причем здесь, опровергая правила, природа на потомках не отдыхает. У Михалкова-Кончаловских художественно одарены все, от великого русского живописца Василия Цурикова до его правнуков, кинорежиссеров с мировым именем Андрон Кончаловского и Никиты Михалкова. О феномене российской киноэлити «Семейство Михалковых и Кончаловских», их родословные, берущие начало еще со времен Ивана Грозного, и роли в нашей культуре, эта книга. Семейство Михалковых и Кончаловского